Строительство этой газораспределительной станции было начато еще в прошлом году. Для этого из республиканского бюджета было выделено 774 миллиона тенге. Благодаря этой станции будут газифицированы 17 населенных пунктов Аршалынского района. Всего по району планируется обеспечить газом 6 895 дворов. Автоматическая газораспределительная станция начнет работу в июне текущего года. От него ответвление идет поселок Аршалы. Дальше идет на села Анар и Донецкое. И со стороны столицы будет газификация подключаться на Живек-Жилу и АУ Жолтер-Коль. В этом году у нас 10 проектов. Как я уже сказал, 4 это переходящие с прошлого года. И 6 в этом году новых. Получается определены подрядчики уже. На 7 проектов она идет от магистрального газопровода Сарарка, идет сюда на подключение, оттуда с высокого давления. И здесь меньше давления, как станция переключения будет. Аким области Ермек Маржикпаев поручил не избавлять темпов работы и не допускать недостатков в таком важном проекте, как газификация региона. Все зависит, как работать будем. Если у вас работа будет нормально поставлена, мы же бюджетно будем отрабатывать. Никаких проблем не будет. Надо ускорять проект. Это к вам уже обращаемся. Хорошо. Да. Столько газ ждали люди. Вот надо довести. Желательно запитаться, чтобы люди получили. Планируем в этом году все. А то, что касается средств, мы будем заниматься с правительством. Правительство позиции будет поддерживать. Но все зависит от вас. Строительство кирпичного завода в селе Волгодоновка начато в сентябре прошлого года. Стоимость проекта – более 11 миллиардов тенгея. Сегодня идут работы по возведению фундамента и подведению инфраструктурных сетей, на которых задействовано 90 рабочих. Ну, рынок хороший, конечно. Не султан здесь. Но мы сейчас сами с Узбекистана водим это все. То есть, чем импорт оттуда водить? Местное производство наладить? Нет. Безусловно, это первое. И по логистике, и по цене. Экономика совершенно другая будет. Также здесь готовится и строительство завода по производству железобетонных изделий. По плану строительные работы начнутся в мае текущего года. Завершение работ запланировано до 2023 года. Два данных проекта позволят обеспечить регион строительными материалами и создадут новые рабочие места. Аслана Буталипов, Азамат Бек Магамбетов, Алмас Адуакасов, Кокчай Ахпарат.